Если Кришна чего-то хочет, если Кришна просит нас что-то сделать, то мы не имеем права говорить «нет, я не могу этого сделать». Давайте об этом поговорим. Я понимаю, что мы можем считать себя некомпетентными, и нам может казаться, что нам не хватает квалификаций, чтобы выполнять определенные виды служения. Иногда бывает так, что нас просят что-то сделать, но мы чувствуем, что это, как говорят в Америке, превышает мой бюджет. У меня просто нет квалификации, чтобы это сделать. И в некоторых случаях нам действительно нужно отказаться, потому что иначе мы подведем других преданных, и это на самом деле может подвергнуть опасности жизни других людей. Например, если меня просят быть преподавателем, а я не обладаю такой квалификацией, это может пагубно сказаться на других преданных, на детях, на студентах. Но давайте рассмотрим сценарий, где всё по-другому, когда нас просят что-то сделать, и мы знаем, что Кришна этого хочет. Но думаю, у меня это не очень хорошо получается. Я не могу этого сделать. Я не достигну успеха, мне будет трудно и так далее. И я хотел бы сказать о том, что на самом деле у нас нет права так думать. Если Кришна хочет, чтобы мы это сделали, то кто мы такие, чтобы говорить «нет», ведь это его желание. И если он этого хочет, очевидно, что если мы не попытаемся, то этого и не произойдёт. Вы говорите, «даже если я попытаюсь, у меня может не получиться». Хорошо, но у вас ведь может и получиться. И тот факт, что вы попытались, это уже служение, это долг. Нам нужно немного переосмыслить это. Да, я могу чувствовать, что у меня нет квалификации. Но если этого хочет Кришна, есть ли у меня право сказать «я не квалифицирован»? Есть ли у меня право сказать «нет, этого не будет». Я не могу это организовать. Я не понимаю, как это может произойти. Возможно, я и не понимаю, как это произойдёт. Но это ещё не значит, что я не должен прилагать усилия. Ведь прилагая усилия, пытаясь достичь успеха, я постепенно научусь, или буду вынужден сообразить, научиться, найти тех, кто поможет. Я окажусь в таком положении, где начну постепенно понимать, как это делать всё лучше и лучше. Каждый человек с чего-то начинает, причём не с уровня мастера. Иногда говорят, «каждый мастер был когда-то сущим бедствием». Недавно я слушал истории преуспевающих людей о том, как они начинали. И наиболее преуспевающие люди имеют похожую историю. Преподаватели рассказывают, «Проводя свой первый семинар, я потратил огромные деньги на рекламу. Я арендовал большой зал в гостинице. Но на мой семинар тогда пришли только мои друзья и родные. А сейчас эти люди суперуспешны». Ещё один суперуспешный человек обанкротился. Он работал над книгой, и дела шли плохо, не получалось. Но благодаря ряду событий эта книга стала в конце концов хитом продаж. При этом он не чувствовал себя более квалифицированным, чем другие. Я хочу сказать о том, что когда речь идёт о Кришне, и когда Кришна чего-то хочет, есть ли у нас право говорить, «Нет, я не могу, я не квалифицирован?» Думаю, что нет. Если только мы не можем продемонстрировать, что недостаток у меня квалификации может причинить вред проекту или людям, тогда наш долг сказать, «Хорошо, я постараюсь. По крайней мере, я попытаюсь. Каким бы ни был результат, я прилагаю усилия». В этом суть. Hare Кришна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова